Завтрашнего дня с воскресенья Польша запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД Республики Мариуш Каминский. Он подчеркнул, что санкции распространяются на все автомобили, как коммерческие, так и частные, и независимо от того, является ли их владельцем гражданин России или гражданин другой страны. Ранее аналогичные решения приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Таким образом, из граничащих с нашей страной государств Европы только Норвегия пока не присоединилась к ограничениям на въезд российских автомобилей. Детали запретов выясняла наш европейский корреспондент Елена Балаева. Вопросов сразу возникает много. Что будет происходить теперь на границе, а что с российскими автомобилями, которые уже есть на территории упомянутых стран, и чем вообще объясняют такие меры? Интересуют все известные вам подробности. Ну, Мария, по всей видимости, что будет происходить? Будет происходить то, что уже стало происходить в мае этого года, в конце апреля, в начале мая, когда российские граждане, которые въезжали на территорию Германии через Гамбург, вот этим прославилась таким отношением к россиянам именно таможенная служба Гамбурга, на пароме российских граждан отводили в сторону, которые добирались, пересекали границу на своем автомобиле, и говорили им, что по правилам Евросоюза они должны отдать свой автомобиль. Они должны оттуда достать свои личные вещи, с которыми они путешествуют, буквально чемоданы, сумки, все, что могут забрать, и автомобиль будет отвезен на специальную парковку, автомобиль конфискуют. Таких случаев было достаточно много в мае, потом известно, что некоторые россияне, шокированные таким отношением к себе таможенников Германии, обращались к адвокатам, услуги адвокатов, которые согласились работать с такими случаями, соль, кстати, достаточно дорого, начиная с 500 евро за каждое обращение. По некоторым машинам, что удивительно, россиянам, которые въезжали на них, на этих автомобилях в Германию, которые были конфискованы, удалось одержать победу, и таможенная служба Германии стала возвращать эти автомобили буквально в июне, в июле этого года. И при этом правозащитники и юристы говорили, что поведение именно Германии абсолютно не обосновано. Поведение Германии, которое конфискует у россиян автомобили, и что якобы это нарушает вообще права россиян на территории Евросоюза. Затем было небольшое затишье, и вот я напомню, 8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение вслед на обращение правозащитников, и в этом пояснении она сообщила, что санкции, введенные Советом Евросоюза в отношении России, еще в 2022 году распространяются, также и на личный автотранспорт граждан Российской Федерации, которые имеют российские регистрационные номера. Соответственно, россияне, по словам Еврокомиссии, не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза, даже на короткий срок, даже в туристических целях, и даже, например, если они посещают своих родственников. Ну, например, стандартная ситуация, дочь или сын живут замужем за гражданином, я не знаю, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, живут на территории этих стран, и вот бабушка и дедушка на своем личном транспорте едут по законополучной визе навестить своих детей, своих внуков. Вот теперь на автомобиле, по всей видимости, сделать это будет невозможно после того закона, который Евросоюз опубликовал 8 сентября. Первыми очень живо. При этом, кстати, как говорилось в этих правилах, опубликованных Евросоюзом, все-таки каждая сторона Евросоюза может сама лично принимать решение, впускать граждан России на машины с российскими номерами или нет. И очень первыми, в первых рядах страны Балтики сразу приняли решение. Тут же, буквально на следующий день, они перестали пускать граждан России, въезжающих в их страну на автомобилях с российскими номерами. Тут же Эстония, Латвия и Литва одна за другой сразу перестали это делать. Но, надо сказать, что так небольшой пассажиропоток граждан в эти страны из России на машинах с российскими номерами. Но теперь действительно эти машины будут конфисковывать на въезде в эти страны. То есть, буквально российским гражданам, которые пытаются въехать на машине в эти страны, будут предлагать или развернуться, поехать обратно в Россию, на границе, или выйти, если они собираются все-таки проезжать дальше, могут забрать свои сумки, выйти, пойти через границу пешком, но при этом их машину конфискуют и обратно, по всей видимости, отдавать не собираются. Финляндия сначала заявляла, что она не будет принимать таких решительных мер, но, в общем, на самом деле, ни у кого практически сомнений не было, что Финляндия так поступит. Передумала. Финляндия передумала. Да, в ночь на субботу это решение было принято, а теперь и Польша присоединяется к этим правилам. Елена, благодарю вас за подробности. На связи был наш европейский СОПКОР Елена Балаева. Польша, Словакия и Венгрия с полуночи ввели запрет на ввоз украинского зерна. Власти этих стран недовольны большим количеством украинской продукции, из-за нее предприятия местных фермеров терпят большие убытки. Односторонний запрет на поставки продовольствия с Украины введен практически сразу после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать ограничения на общеевропейском уровне. Они прекратили свое действие минувшей ночью. В Брюсселе посчитали, что перекосы в ценах в связи с этими поставками исчезли. Первая не согласилась с этими выводами Варшава. Там установили собственный бессрочный запрет на ввоз зерна. Министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Телюс прямо назвал Украину угрозой для европейских фермеров. Мы должны внимательнее отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для соседних стран, а также всей Европы. В регионе есть силы, которые хотят дестабилизировать наш рынок. Мы хотим, чтобы это продление было до тех пор, пока мы не регулируем вопросы, связанные с украинской продукцией между Украиной, соседними странами и Европейским Союзом. Это устанавливает государство. И в январе этот тариф, кстати, повысили на 8,1%. Что же касается купе, све и люкса, то здесь применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Ну, то есть все на откуп компании, оператору перевозок. Если сравнить с Европой, то там примерно такая же форма собственности. Рельсы и электровозы государственные, вагоны частные. В США структура сложнее. Там даже сами железные дороги частные, объяснил гендиректор исследовательского агентства Инфраньюз Алексей Безбородов. В Штатах все частное. Там 4 уровня людей, которые участвуют в работе инфраструктуры. Собственно, сами компании железнодорожные, крупные, которые владеют и рельсами, и подвижным составом, и локомотивами. Есть компании, которые владеют локомотивами и вагонами. Есть компании, которые владеют вагонами. И есть там, так сказать, компании совсем мелкие, но тоже как бы работают. Понятно, что частному бизнесу работать на государственных железных дорогах выгодно. Иначе он бы не брался за это дело. Проблемы, конечно, есть, но их решают. По крайней мере, в последнее время не было слышно каких-то серьезных претензий от частников РЖД. Государству тоже выгодно. Оно снимает с себя заботу о сотнях тысяч вагонов. И лишь назначают плату за, так сказать, их вход на рельсы. А частники, уже основываясь на обязательных платежах государству и собственной прибыли, устанавливают тарифы для клиентов на провоз. Что же касается упомянутого Игорем Левитином улучшения взаимодействия бизнеса и государства, то здесь речь, по мнению специалистов, прежде всего идет о строительстве транспортных хабов на восточных рубежах нашей страны. Поскольку российский экспорт переориентировался на страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, то усилия участников рынка должны быть направлены на строительство транспортно-логистических центров и морских терминалов, в том числе в Приморском крае, о чем, собственно, и шла речь на профильной площадке Восточного экономического форума. Сергей Гололобов, Вести-ФМ